Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть и делюсь с вами рецептом необычной выпечки. Рогалики или булочки на томатном дрожжевом тесте с начинкой из сыра. Благодаря добавлению базилика и чеснока булочки получаются невероятно ароматными. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием. Раскрошила свежие дрожжи, добавляю пару столовых ложек муки от общего количества, столовую ложку сахара, половину порции теплой воды, хорошенько размешиваю и оставлю в теплом месте минут на 20, накрыв полотенцем. Тем временем в отдельную миску наливаю оставшуюся воду, кладу соль, 2 столовые ложки растительного масла, концентрированную томатную пасту, примерно пол чайной ложки молотого базилика и немного сухого чеснока. Вообще ориентируйтесь на свой вкус и хорошенько размешиваю. Опара уже готова, добавляю ее сюда же и хорошенько размешиваю. Частями подсыпаю муку и замешиваю тесто. Сначала лопаткой, насколько это возможно, а затем руками. Долго месить не нужно, пару минут будет достаточно. Затем в миску наливаю еще 2 столовые ложки растительного масла, хорошенько обмазываю дно и бока. Обваливаю в масле тесто, накрою и оставлю в теплом месте на час-полтора. Затем подпыляю стол мукой, выкладываю уже готовое тесто. Посмотрите, каким оно получается пористым. И слегка его обминаю. Долго это также делать не нужно, тесто должно остаться мягким и нежным. Делю его ровно на 2 части и каждую раскатываю в лепешку. Толщиной примерно 5-7 миллиметров, но можно сделать и потолще. Далее делю каждую лепешку на 8 частей. И на конце каждого сегмента делаю по 3 надреза. На широкую сторону выкладываю немного тертого сыра. Подойдет любой. У меня сегодня сулугуни. Формирую рогалики. Скрепляю противоположные концы и просто скручиваю трубочкой. Конечно же, вы можете придать выпечке любую форму. И даже сделать в виде простых круглых булочек. Друзья, смотрите на моем канале и другие рецепты не менее интересной дрожжевой выпечки и не только. Для этого перейдите в плейлист «Выпечка». Там вы найдете много идей для пирогов и для многого другого, чтобы порадовать себя и своих родных. Дам постоять под пленкой рогаликом минут 20. А затем выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Рогалики еще горячие, но я вам показываю, насколько они получаются нежными и мягкими. Внутри они полые из-за расплавившегося сыра. Безумно ароматные и с необычным вкусом. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте написать комментарий и обязательно поставьте лайк, чтобы не потерять. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.